Малая сутта о массе страдания. Я слышал, что как-то раз, когда Благословенный пребывал в Ашраме Негротхи, в Капилавадху, в земле Сакьев, к нему пришел Сакья Маханама. Он почтительно поприветствовал Благословенного. Сел рядом и сказал. Уважаемый, долгое время я понимал Дхамму, проповеданную Благословенным, так, что вожделение, злоба и заблуждение – это изъяны, которые загрязняют ум. И все же, хоть я и понимаю Дхамму, которой научил Благословенный, временами состояния вожделения, злобы и заблуждения охватывают мой разум и не отпускают его. И я задумался, какое состояние все еще не изжито мной внутренне, из-за которого временами эти состояния вожделения, злобы и заблуждения наводняют мой разум и остаются в нем. Маханама, в тебе еще есть внутренне тобой неотброшенное состояние, из-за которого вожделение, злоба и заблуждения порой охватывают твой разум и не отпускают его. Ведь если бы это состояние было тобой внутренне изжито, ты бы не вел образ жизни домохозяина и не предавался чувственным удовольствием. Именно из-за этого внутренне неотброшенного тобой состояния ты живешь дома и предаешься чувственным удовольствием. Даже несмотря на то, что благородный ученик правильной мудростью в соответствии с действительностью ясно увидел, что чувственные удовольствия приносят мало удовлетворения, но много страданий и отчаяния, и что опасность, заключенная в них и того больше, он все еще не достигает восторга и счастья, что отделены от чувственных удовольствий, неблагих состояний или чего-то более безмятежного. И поэтому Маханама, его все еще могут привлекать чувственные удовольствия. Но когда благородный ученик правильной мудростью в соответствии с действительностью ясно увидел, что чувственные удовольствия приносят мало удовлетворения, много страданий и отчаяния, и что опасность, заключенная в них и того больше, и когда он научился достигать восторга и счастья, что отделены от чувственных удовольствий, неблагих состояний, или же когда он достигает чего-то более умиротворенного, то тогда его более не привлекают чувственные удовольствия. До своего пробуждения, еще будучи непросветленным бодхисаттой, я тоже ясно видел правильной мудростью в соответствии с действительностью, что чувственные удовольствия приносят мало удовлетворения, но много страданий и отчаяния, и как велика опасность, заключенная в них. Но пока я еще не достигал восторга и счастья, что отделены от чувственных удовольствий, от неблагих состояний, и пока я не достигал чего-то более умиротворенного, чем это, я осознавал, что чувственные удовольствия все еще могут меня привлекать. Но когда я ясно увидел правильной мудростью, когда достигал чего-то более умиротворенного, я осознал, что меня более не привлекают чувственные удовольствия. Маханама, а в чем заключается привлекательность чувственных удовольствий? Есть пять видов чувственных удовольствий. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом. Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. Вкусы, воспринимаемые посредством языка. Прикосновения, воспринимаемые телом. Вожделенные, желанные, привлекательные, приятные, связанные с чувственными удовольствиями, вызывающие страсть. Таковы пять нитей чувственных удовольствий. Именно в удовольствии и радости, возникающих в результате этих пяти нитей чувственных удовольствий, и заключается их привлекательность. А что Маханама является опасностью в отношении чувственных удовольствий? Погоня за материальным благополучием. Например, молодой человек зарабатывает себе на жизнь неким ремеслом. Будь то учет, счетоводство, бухгалтерия, земледелие, торговля, животноводство, стрельба из лука, придворная служба или что-то другое. Ему приходится сталкиваться с холодом, жарой. Он страдает от укусов комаров и мух. Ему вредят воздействия ветра и солнца, укусы гадов и ползучих тварей. Ему грозит смерть от холода и жажды. Вот что является опасностью в отношении чувственных отношений. Масса страданий, которые видны здесь и сейчас, имеют чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой. Причины этих страданий – одни лишь чувственные удовольствия. Если усилия и усердия этого молодого человека не приносят ему богатства, он принимается горевать, печалится, причитает и жалуется, впадает в растерянность, бьет себя в грудь и рыдает. Моя работа была напрасной, все мои усилия тщетны. И эта масса страданий – также опасность в отношении чувственных удовольствий, причина которых – одни лишь чувственные удовольствия. Если же работа усердия и старания этого молодого человека приносят ему богатство, то, оберегая его, он испытывает неприятные ощущения и эмоции, думая, как сделать так, чтобы мое имущество ни вельможа не отнял, ни вор, чтобы ни огонь его не уничтожил, ни вода не смыла, и не досталось оно злым наследникам. А если, несмотря на защиту и охрану, вельможа или вор отнимает его имущество, либо его уничтожает огонь, или смывает вода, либо оно достается злым наследникам. Молодой человек принимается горевать, печалится, причитает и жалуется, впадает в растерянность, бьет себя в грудь и рыдает. «Все, что у меня было, все пропало!» И это масса страданий, также опасность в отношении чувственных удовольствий, причина которых – одни лишь чувственные удовольствия. Далее, имея чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и основой, просто лишь из-за наличия чувственных удовольствий, царь ссорится с царями, знать со знатью, брахманы с брахманами, домохозяева с домохозяевами, мать ссорится с сыном, сын с матерью, отец с сыном, сын с отцом. Брат ссорится с братом, брат с сестрой, сестра с братом, друг с другом. И в этих своих ссорах, скандалах и перебранках люди нападают друг на друга с кулаками, дубинами, палками и ножами, из-за чего навлекают на себя смерть или смертельное страдание. И эта масса страданий, что видны здесь и сейчас, имеют чувственное удовольствие своей причиной, источником и основой. Причина всего, одни лишь чувственные удовольствия. Далее, имея чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой, мужчины берутся за мечи и щиты, пристегивают колчаны и луки, и расположившись с боевым порядком с двух сторон, они бросаются в битву, выпуская стрелы, метая копья, сверкая клинками. При этом их пронзают стрелами и копьями, обезглавливают мечами, из-за чего они навлекают на себя смерть или смертельное страдание. И эта масса страданий, что видны здесь и сейчас, имеют чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой. причина всего, одни лишь чувственные удовольствия. Далее, опять же, имея чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой, взяв щит и меч, вооружившись луком и колчаном, мужчины бросаются на штурм скользких земляных валов, выпуская стрелы, метая копья, сверкая клинками. При этом их пронзают стрелами и копьями, обливают кипящими жидкостями, крушат тяжелыми грузами, обезглавливают мечом, из-за чего они навлекают на себя смерть и смертельные страдания. И эта масса страданий, что видны здесь и сейчас, имеют чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой. Причина всего, одни лишь чувственные удовольствия. Далее, опять же, имея чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой, мужчины взламывают дома, похищают имущество, воруют богатство, причиняют вред домохозяевам, соблазняют чужих жен, устраивают засады на дорогах. А когда их ловят, правители подвергают их многочисленным видам пыток. Их хлещут плетьями, прутьями, палками. Им отсекают руки, ноги или и то, и другое, отрезают уши, нос или и то, и другое. Правители приказывают подвергнуть их пыткам под названием котел с кашей, бритье полированной раковины, пасть раху, огненная гирлянда, пылающая длань, травяной ремень, костюм из коры, антилопа, мясные крюки, строгание под монету, вымачивание в щелоке, крутящийся штифт, соломенный тюфяк. Они приказывают облить их кипящим маслом, отдать на растерзание собакам и заживо сажают на колья или обезглавливают мечом. Этим они навлекают на себя смерть или смертельные страдания. И эта масса страданий, что видны здесь и сейчас, имеют чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой. Причина всего одни лишь чувственные удовольствия. Далее опять же, имея чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой, люди пускаются в неблагое поведение телом, речью и умом, а из-за этого с распадом тела после смерти они перерождаются в состоянии лишения, в скверном месте, на нижних уровнях и даже в аду. И эта масса страданий, которые придут, имеют чувственное удовольствие своей причиной, своим источником и своей основой. Причина всего этого одни лишь чувственные удовольствия. Маханама, однажды, когда я пребывал на горе стервятников близ Раджагахи, группа нигантхов, живущих на черной скале, что на склоне Исигили, практиковали продолжительное стояние, отказывая себе в сидении и переживали болезненные, мучительные, пронзающие боли из-за усердия в этом. И тогда вечером, выйдя из медитации, я отправился туда, к нигантхам. По прибытии я спросил у них, чего ради вы, братья, практикуете продолжительное стояние, отвергая сидение, переживая болезненные, мучительные, пронзающие боли из-за усердия. В ответ нигантхи мне сказали, брат, Всезнающий и Всевидящий Нигантха Натапутта заявляет о том, что обладает абсолютным знанием и видением. Хожу ли я, стою ли, сплю или бодрствую, знания и видения непрерывно и постоянно присутствуют во мне. И он сказал, Нигантхи, истощите прежде совершенные вами дурные деяния посредством этой пронзающей аскезы. Когда вы здесь и сейчас сдержаны в теле, речи и уме, вы не создаете дурной кармы на будущее. Поэтому, уничтожив старое деяние посредством аскезы и не делая новых действий, вы не будете иметь последствий в будущем. Когда нет последствий в будущем, то имеет место уничтожение действия. С уничтожением действия имеет место уничтожение страданий. С уничтожением страданий имеет место уничтожение чувств. С уничтожением чувств все страдание будет полностью истощено. Такова доктрина, которую мы одобряем и принимаем. Мы довольны ею. В ответ на эти слова я спросил Нигантхов. Братья Нигантхи, а знаете ли вы, что вы существовали прежде? И это не так, что вас не было в прошлом? Они ответили «Нет, брат». Братья Нигантхи, а знаете ли вы, что вы совершали порочные деяния в прошлом и не воздерживались от них? Нет, брат. Братья Нигантхи, а знаете ли вы, что вы совершали такие-то и такие-то порочные деяния? Нет, брат. Братья Нигантхи, а знаете ли вы, сколько страдания уже уничтожено? Сколько еще предстоит уничтожить? Или при уничтожении какого объема страдания оно будет полностью уничтожено? Нет, брат. Братья Нигантхи, а знаете ли вы, что такое отбрасывание неблагих состояний? И что такое взращивание благих состояний здесь и сейчас? Они ответили «Нет, брат». Таким образом, братья Нигантхи, выходит, что вы ничего из этого не знаете. А раз так, то выходит, что, когда те, кто являются убийцами, кровожадными злодеями в мире, перерождаются среди человеческих существ, они оставляют домашнюю жизнь и идут жить жизнью бездомной, как Нигантхи. Они ответили «Брат Гатама, удовольствие не обретается через удовольствие. Удовольствие обретается через боль посредством страдания. Ведь если бы удовольствие обреталось через удовольствие, то тогда правитель Синея Бимбисара из Магатхи тоже обрел бы удовольствие, поскольку он пребывает в куда большем блаженстве, нежели достопочтенный Гатама». Вне сомнений, братья Нигантхи произнесли эти слова поспешно, не обдумав. Ведь это меня следовало спросить, кто пребывает в большом удовольствии, царь Синея Бимбисара из Магатхи или же достопочтенный Гатама. Тогда братья Нигантхи сказали, «Вне сомнений, брат Гатама, мы произнесли эти слова поспешно, не обдумав. Но теперь мы спросим достопочтенного Гатаму, кто пребывает в большем удовольствии, царь Синея Бимбисара из Магатхи или же достопочтенный Гатама? В таком случае, братья Нигантхи, я задам вам встречный вопрос. Отвечайте так, как сочтете нужным. Как вы думаете, братья, может ли правитель Синея Бимбисара из Магатхи, находясь без движения и не произнося ни единого слова, испытывать наивысшее блаженство на протяжении семи дней и ночей? Они ответили, нет, брат, а может ли братья Нигантхи, правитель Синея Бимбисара из Магатхи, находясь без движения и не произнося ни единого слова, испытывать наивысшее блаженство на протяжении шести дней и ночей, пяти дней и ночей, четырех дней и ночей трех дней и ночей двух дней и ночей или одного дня и ночи они ответили нет брат а я братья нигантки могу находясь без движения и не произнося ни единого слова испытывать наивысшее блаженство на протяжении одного дня и ночи двух дней и ночей трех дней и ночей четырех дней и ночей пяти дней и ночей шести дней и ночей семи дней и ночей так кто по вашему пребывает в большем удовольствии правитель синей бембисара из магадхи или я если это так то тогда достопочтенный готама пребывает в большем блаженстве нежели правитель синей бембисара из магадхи так сказал благословенный а маханама из клона сакьев был доволен и восхитился его словами а